Добрый день, мне очень приятно быть на вашей конференции, я первый раз здесь. И надеюсь рассказать вам определенные новинки железных технологий. На первом докладе говорилось, что операционные системы сами по себе, конечно, дело хорошее, но они всегда должны базироваться на каком-то железе. Я сотрудник компании Sintacor, и, собственно, такое железо мы и разрабатываем. То есть я представитель компании, которая разрабатывает железо, ну и, соответственно, софтвер, который поддерживает это железо. В компании я занимаюсь проблемами безопасности в технологии RISC-5. Я не знаю, сколько людей здесь знакомо с технологией RISC-5, поэтому я кратко расскажу, да, вон я руки вижу, но их не очень много. Я кратко расскажу, что такое RISC-5. Это технология с открытым кодом, то есть вы вполне можете взять спецификации, они все доступны публично, и эти спецификации, я согласна им, вы можете реализовать собственными руками. То есть написать имплементацию и сделать имплементацию в железе, согласно с этой спецификацией или спецификациями. Плюс RISC-5 еще и в том, что он базируется на достаточно ограниченном наборе команд, но все, что вам нужно, вы можете добавить в качестве экстеншенов. И вот то, что я буду рассказывать, это, собственно, экстеншен, который добавляет определенную функциональность к базовому набору команд, к базовому набору алгоритмов, так скажем. РИСК-5 у нас достаточно активно развивается, то есть он начинает свою историю где-то, наверное, с 2010 года, и вот с тех пор он прошел достаточно длинный путь. Вот я тут нарисовал, через какие пути он проходил. Через микроконтроллеры, и там по месту роста сложности вычислений появляются свои собственные методы защиты информации. PMP, IOPMP, SMIP, SMEP, кстати, о которых говорили через доклад передо мной. Персональные устройства, которые начали сейчас активно появляться, это ноутбуки, это планшеты, это телефоны, и там свои собственные методы защиты информации. И в последнее время начали появляться серверные платформы. И вот герой нашего рассказа, это как раз методы защиты в серверах, в виртуализации. С правой стороны, если кому интересно, это расшифровки буквенных индексов. Не все, наверное, знают, что это такое, можете прочитать. Основная проблема изоляции приложений операционных систем супервизоров в том, что в основном гипервизор, который, собственно говоря, запускает наши операционные системы и приложения над ними, он имеет доступ ко всей физической памяти. Это означает, что если вдруг в гипервизоре удастся реализовать какую-нибудь вульнерабильность, утечку там, чего-нибудь, то операционная система, которая рядом с вами запущена, может получить доступ к памяти вашего процесса. И, соответственно, вы потеряете конфиденциальную информацию, которую вы очень бы сильно не хотели потерять. Лечится это с помощью таблицы треккинга памяти. Идея здесь заключается в следующем. Если у нас гипервизор имеет доступ ко всей области памяти, как бы сделать так, чтобы гипервизор, который создает нам какую-нибудь, запускает какую-нибудь операционную систему, имел доступ только к своей памяти? То есть как бы сделать так на уровне железа, чтобы конкретно запущенный супервизор или операционная система в виртуальной области пространства никаким образом не могла бы получить с помощью поиска уязвимости в гипервизоре доступ к другим областям памяти? И, собственно говоря, SMMTT предоставляет метод с помощью треккинга индекс ID, присвоенного супервизору домену, SDID, выделить области памяти, именно хардверной области памяти, для конкретного SDID. И когда у нас будет запрос идти от супервизора, то есть приложение, которое пойдет через супервизор, дальше будет по физическому адресу пытаться достучаться до какой-то памяти, к стандартным проверкам, которые есть в архитектуре RISC-V, добавится еще одна проверка, а именно имеет ли право этот SDID получить доступ к этому физическому адресу памяти. Если доступ туда нет, соответственно, будет exception, который будет в гипервизоре отлавливаться, и дальше этого дела не пойдет. Вот для того, чтобы… Ну, то есть как бы это вот базовая вещь, на которой, собственно, базируется вся вот эта технология. Но сама технология позволяет, вот Кови, это вот изоляция между доменами супервизора, она, собственно говоря, работает, вот как нарисовано, да, то есть выделяется маленький root domain security manager, именно этот root domain security manager имеет доступ ко всей физической памяти. И, собственно говоря, он в процессе своей работы выделяет участки памяти нашим супервизорам, супервизор-домейнам. И только этот root domain security manager имеет доступ ко всей памяти, и он запущен в M-режиме, в M-моде, в который обычно никто не имеет обычного доступа. Через интерфейс туда туда можно достучаться, иначе мы ничего не запустим. Но сконфигурировать что-либо может только программа, которая запускается в процессе запуска. Если у нас есть доверенная загрузка, да, и мы знаем, как мы RDSM запускаем, то как бы все более-менее безопасно. Взломать этот менеджер будет очень-очень сильно проблематично. Следующий, значит. Ну, вот хорошо, мы придумали такую технологию, да, которая у нас, собственно говоря, базируется на имплементации в железе именно. И SDID, и все остальные используют регистры, именно регистры этого железа. То есть нам нужно будет его исправить. Поэтому вот консорциум сделал разделение следующим образом. Вот все, что завязано на железе, и все, что модифицирует железо, оно было засунуто в SMMTT, вот в имплементацию этой таблицы. Вот все, что там базируется, оно все там. А вот настройки для того, чтобы запускать супервизора и оттачить девайсы к этим супервизорам, они чисто софтверные. И более-менее не зависят от того железа, на которое мы запускаемся. Вот текущее состояние имплементации этого, этих функций такова. Вот SMMTT практически в состоянии завершения, там буквально остались небольшие изменения, которые, я надеюсь, будут приняты, ну, вот, наверное, до середины этого полугодия. Kovie и Kovie.io, они уже практически финализированы. Ну, то есть эта технология уже достаточно хорошо обсуждена и находится уже в стадии принятия. Она уже практически готова для реализации. Итак, значит, SMMTT, для чего она у нас нужна? Это изоляция физической памяти на основе страниц регионов на M-уровне, то есть на самом низком уровне железа, который только у нас есть в RISC-5. По домену супервизора оно размещает изолированные виртуальные машины и размещает их внутри этого самого домена. И изолированные домены супервизора, таким образом, обеспечивают гарантию конфиденциальной целостности данных кода, независимо от других доменов супервизора. То есть мы гарантируем определенную конфиденциальность наших данных. Компонент из которых состоит Kovie, ну, то есть настройка, который, собственно говоря, и имплементирует работу конфиденциальной виртуальной машины. Первое, значит, это TSM-драйвер, тот самый root security manager, который работает в M-режиме. Он имплементирует trusted execution environment interface. Это тот самый интерфейс, которым заложено все знание о нашей железной платформе. Вот сколько там памяти, сколько там, какие фичи у нее есть, и все вот это. Оно предоставляет это все вверх на уровень ОС, чтобы можно было запустить виртуальную машину в конфиденциальном области, в конфиденциальный супервизор-домейн. Следующая, значит, прослоечка, которая запускается TSM-драйвером, это наш TE security manager. Это тот самый менеджер, который является доверенным посредником между доверенными и недоверенными нагрузками на нашей платформе. Именно он у нас занимается запуском виртуальных машин. Он занимается конфигурацией машин, выделением памяти, удалением памяти, если она вдруг перестала быть нужна. И вот такую память в данном случае называют конфиденциальной memory, confidential memory. То есть это память, которая недоступна никому, кроме как одному выделенному супервизору. Для того, чтобы… Идея тут следующая. Вот CoveH, это интерфейс, который от гипервизора идет вверх. Вот он, собственно говоря, занимается циклом создания, добавления страниц, планирования, выполнения и так далее. Его разработали таким образом, что он абсолютно не зависит от того железа, на котором он выполняется. То есть от фич этого железа. Таким образом его изолировали от железа с помощью TI-интерфейса. И он может быть, в принципе, легко портирован на другие имплементации RISC-5. И CovG, это вот в обратную сторону. Если наша операционная система вдруг решила, что ей не хватает памяти, ей нужно там под что-то еще выделить память, она может спокойненько запросить дополнительную память из TI Security Manager, который, в свою очередь, может запросить ее через TSM-драйвер. Ну и, соответственно, CovG также отвечает за методы добавления паравиртуализованного ввода-вывода. То есть устройства, которые добавляются у нас снаружи. И, собственно, вот эти устройства создают достаточно большую проблему по причине того, что с помощью DMA обычно это устройство может получить доступ в любой область памяти. Чтобы этого не происходило, RISC-5 Community придумала IOMMU. Но в данном случае IOMMU работать не будет, поскольку у нас память выделена. И у нас еще есть одна плоскость защиты SMTT-таблицы. А проблема здесь решается таким образом. Вот все, что в неконфиденциальном домене, какой-нибудь наш недоверенный девайс, прежде чем что-то скопировать в область виртуальной машины, он сначала это пишет в шареную память, после этого шареная память копируется в конфиденциальную память, и вот оттуда уже наш доверенный гость, который там выполняется, уже может что-то читать и обратно в сторону писать. Это для обычных устройств, таких простеньких, например, которые распознавание лица делают, распознавание пин-кода и прочее, это на самом деле не проблема. Туда-сюда маленькие скопируют небольшие буферы данных. Если у нас есть какие-нибудь графика, например, и что-то такое, что сильно завязано, или там какая-нибудь видеообработка, то, что завязано очень сильно на временные параметры, в этом случае отработать не будет. Вот, собственно, COVI.IO позволяет нам привязать с помощью IOMMU таблиц эти самые таблицы к конкретному региону SDID, то есть супервизор, домейн, регион. И таким образом происходит связь. То есть из устройств, которые у нас подцепляются, вот они там снижены несколько устройств, им выделяется определенная память, и эта память выделяется заодно и в области конфиденциального супервизора. И таким образом после прохождения аттестации этого устройства оно умеет писать напрямую в область памяти, шареную с нашим супервизором. Все как бы, ну тут проблема с доступом решается. Для чего нужно COVI.IO? Его предназначение значит установить доверие к устройству с помощью идентификационных данных или конфигурации состояния безопасности. Гарантировать, что недоверенный компонент домена не может перехватить или изменять или контролировать данные, которые передаются между устройством и нашим виртуальной машиной. Ну и принимать устройство, соответственно, в Trusted Computing Board, прежде чем разрешать им все это дело хозяйства, куда-то там писать, писать, читать и так далее. Ну и собственно заключение я по-быстрому все это дело. Я об этом уже всем говорил. В заключении значит следующее. COVI.IO это один из таких способов, который на уровне железа позволяет нам очень достаточно эффективно, поскольку это хардверная защита, эффективно в смысле безопасности. И в то же время он достаточно эффективен в плане перформанса. Перформанс-дроп измерений особых никто не проводил, но по оценкам там он не очень велик. Что-то там несколько процентов. То есть это хороший способ, например, избавиться от кодирования, шифрования памяти, где будут отдельные проблемы с этим делом, отдельные поверхности атаки, которые от этого зависят. То есть это хороший способ выделить определенную область памяти, выделить ее только определенной виртуальной машине и не задумываться над тем, как утечет ли куда-то там память к соседу или, например, к соседу, не сможет ли залезть к нам. Собственно, у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Такие вопросы. 10 секунд. Впервые видео. Здравствуйте. Виталий Чуевиков, созвездие. Сразу вопрос. С сразу вопрос с свопом и кэшированием этих областей памяти. Там явно напрашивается все равно шифрование, потому что из МТ сам лично доставал пароли, обресетив машину. В свопе находился пароль в открытом виде. Здесь прямо напрашивается это загрузить несекретную машину, какую-нибудь хренью, чтобы она сожрала всю память, вытеснила секретную на диск, ресет, все, у нас на диске лежит секретный область. Ну, я согласен. С точки зрения кэша там достаточно много тонкостей. Я, наверное, не буду их разглашать, но как бы в них углубляться. Этот вопрос обсуждался на группе, которая к этому относится. А решение проблемы здесь больше, наверное, к тому, чтобы не позволить выделить очень много памяти, как вы говорите. То есть конфигурация начальная, которая через RDSM идет, она идет именно через M-режим. И просто так вот спросить, сколько это памяти, у вас могут стоять полиси, которые не дадут это сделать. А вот работа с кэшем, да, вот тут это реальная проблема, но она, насколько я помню, ребята хотят ее решить немного другим путем. Есть другое расширение, которое не позволит читать данные из кэша, ну, то есть отдельное расширение. И с помощью вот именно того расширения они хотят решить эту проблему. То есть здесь это как бы не затрагивается, там понятно, что кэш надо флашить, когда мы там меняем SD-1, например. Но вот доступ к этому кэшу будет решаться немного другим расширением. Нет, ну смысл в том, что я убиваю вообще физически, выключаю, и у меня остается, грубо говоря, диск, на котором лежит кусок памяти, возможно, содержащий что-то секретное. Да-да-да. Большой задоклад. Собственно, возник, наверное, вопрос о догонку предыдущему оратору. Вот смотрите, когда вы запускаете виртуальные машины на одной вычислительной системе, у вас всегда существует риск, что одна виртуальная машина сможет получить информацию из гипервизора или, собственно, из другой виртуальной машины, потому что система общая. И у нас уже существовало достаточно большое количество микроархитектурных атак, которые тем или иным образом это делали, в том числе обходя шифрование памяти через кэши и TLB, другие, собственно, объекты в микропроцессоре, которые по тем или иным образом осуществляют побочные каналы. С вашей точки зрения, как необходимо проектировать микропроцессор, чтобы вот такие вещи закрывать на архитектурном уровне? И вообще можно ли реализовать такую доверенную среду на микропроцессоре, чтобы виртуализация была действительно защищенной и изолированной друг от друга? То есть у меня такое чувство, что ответ в общем случае нет, но, возможно, какие-то варианты могут это там… Да, я согласен, что, скорее всего, ответа нет, потому что хакеры тоже не стоят на месте, они тоже развиваются. И этот метод, который вроде бы как запрещает доступ к физической памяти гипервизора, если у вас эта память не выделена, наверняка найдут способ, как это сломать. Но вроде бы как пока это выглядит достаточно разумно. Ну тут, как говорится, противо у меня приема. Спасибо большое за доклад. Еще вопрос касательно другой технологии, связанной с теггированием памяти, как сделано в ARM, memory tagging. Подход немножко с другой стороны. Не изоляция доменов, а теггирование определенных объектов в памяти, с которым там C в языке C ты работаешь, и целый ряд уязвимостей переполнения буфера, использования памяти после освобождения, становится нерелевантным. Я вот в вашей первой схеме, один из первых слайдов, не увидел memory tagging вообще. Мне кажется, это вот самое перспективное, что сейчас есть. Ну, во-первых… Сейчас, секунду. Долбчу лгать, ну ладно. Елки, давайте я сейчас вот дощелкаю все-таки. Так. Да, вот этот слайд. Ну, во-первых, черри, вот тот, который внизу, это как бы один из способов… Ну, правда, такой очень сильно, как это сказать-то, как из пушки по воробьям, вот этот способ сделать теги, но только сильно сложным образом. Второе. Сейчас, в настоящий момент, в риск 5 комьюнити принят… Я не помню, как это extension называется, который позволяет в указателе, в неиспользуемую область указателей, в классе, собственно говоря, теги. Да, как в армии… Да-да-да, вот один в один, ничего нового тут не придумали. И вот буквально месяц, наверное, назад была создана техническая группа, которая будет вот эту фичу, когда можно положить какой-то тег в память, собственно говоря, имплементировать в риск 5. Отлично. Поэтому я ее сюда пока не воркнул. Понял. Но она будет развиваться. Я просто думал, что как раз control flow integrity, CFI, работает с помощью этого. Да, нет, не совсем. Control flow integrity – это немного отдельные вещи. Это, значит, shadow stack, SS, да, и лендинг пэды. Они не завязаны на теге. Это немного другая технология. Понятно. Но они позволяют сделать, что называется, сильный гранулирует, course grain, да? То есть ты не fine grain CFI можешь сделать, как с подписью указателя, о чем вы сейчас сказали, а такой course grain, то есть только в начало всех функций ты можешь прыгать. Да, совершенно верно. Понятно. Ну, не только функций, но и переходов, джомпов. Ну, да, хорошо. То есть будет и то, и другое, это круто. Тогда риск 5 будет намного более интересен. Спасибо. Ну, собственно говоря, вот в чем еще дополнительный плюс риск 5, это вот помимо того, что он свободно расширяемый, да, ну, то есть кто угодно может прийти, написать свою собственную спеку, да, там прийти, обсудить, ее примут. Ты еще не должен платить за это деньги, поэтому, например, наши китайские партнеры очень активно это развивают. Там у них этих риск 5 процессоров сейчас очень-очень много. Главное их потом еще произвести, да? Да. Спасибо. Миша, Миша, давай. Здравствуйте, Константин. Спасибо за доклад, интересно было послушать. Да, Михаил Шегорин, Анна Ньюс в данном контексте. У меня такой, наверное, нескромный вопрос. А вам вообще не жалко время жизни тратить на чужую архитектуру и в чужих интересах? Потому что я вот когда посмотрел повнимательнее на риск хайп, я понял, что вот если кратенько, вот как я сейчас понимаю обстановку, то выходит так, что был MIPS, MIPS сдох, армию его убил во встройке в последнюю очередь, чисто маркетингово. Тут ребята решили все-таки отыграться. Контроллеры, они пошли, насколько я понимаю, с идеей, как можно более минималистичная система команд и, соответственно, аппаратура. И там этот подход, вот мне импонирует. Дальше они пошли в микропроцессоры, и тут вот совсем непонятно, то есть вот мой коллега, который, собственно, оптимизаторщик, он, ну разве что матом не ругался на систему команд риск хайп, потому что говорит, это плохие студенты писали. То есть вещи, которые занимают в любой нормальной архитектуре. Один такт, тут занимают три. И эти вещи без слома SK и AB, соответственно, не поправить, то есть никакими расширениями. И у меня дальше возникло, в связи с тем, как там смотрел Бадалова с Эльбрусами, как там с Александром Галецким, вот эти вот темы с срубанием финансирования с 2020 на 2021 год, и Элвису, и Бодулю, и потом выделением всего ядру. И с учетом того, что прошлым летом Антона Черепенникова грохнули за те же 40 ярдов, которые он вывел через Узбекистан за рубеж господдержки. Вот вам с этим хочется на одном гектаре сидеть? Потому что это IBM со всех сторон. IBM должен быть разрушен по тем же причинам. Путь четвертый, скажите, да, и все. И какой там оптимизации РИСК-5 по сравнению с оптимизацией Эльбрусия, вот не та боль вот прямо вообще. Ну, я бы сказал да, и при этом добавил бы, что вот вместе с РИСК-5, да, вроде бы кажется, что это чужая технология, да, но как будто... Ну, там, извините, в консорциуме главная тетка, да, она тоже IBM-ерка, и когда ее прямо спросили, по-моему, в Зрек, что, дескать, а вот тут у нас война, там санкции, что вы будете делать, если вам скажут там вот, что русских не пущать? Она сказала, ну, мы послушаемся. И китайцы, кстати, они не дураки. Они умнее наших, они не боргают РИСК-X. Да, 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 вот как раз пример наших китайских коллег. Ну, прекрасно. Вот желательно, что вы его сами не упомянули. Ну, как бы... Потому что это осознание ровно того же РИСКа, когда руль в чужих руках. Ты вкладываешь свои ресурсы, деньги, мозги, время, но руль в чужих руках. Он как бы в чужих руках, но с другой стороны все... Это все публично. Ну, то есть, как бы ты можешь спокойненько взять это все и имплементировать. Ну, то есть, их доступа к ним не закрывают? Спросите Huawei при случае, как это работает. А у них не РИСК-5, у них своя архитектура. Они тоже так думают. Давайте, последний был вопрос. У нас уже регламент. Я хотел прокомментировать раз на тему предыдущего, выступающего. Все-таки любая архитектура и придерживание передовых разработок позволяет накапливать компетенции в этой области и давать возможность проектировать защищенную систему. Так или иначе, как бы мы ни хотели, такие устройства будут создаваться. Их надо будет каким-то образом включать в контур защиты. Поэтому ничего плохого в том, чтобы углубляться, изучать технологии, которые там используются, я не вижу. Поэтому понятно, что в идеале иметь там супер Эльбрус, который был всем понятен, мог производиться на отечественных мощностях и так далее. Но вот сейчас такая данность. Поэтому что с этим бороться и не исследовать этот вопрос. Ну, я не думаю, что так все жестко ставится вопрос. Поэтому есть определенная зона применения, которой надо действительно занимать нишу. Если мы выйдем с этой позиции, то у нас будет просто какая-то самостоятельная песочница, где мы сами себя будем от себя же защищать, а не от всего мира. У меня есть вопрос. Как раз в МССТ, представитель разработчик Эльбрусов. И вопрос следующий. Вы сказали, открытая система, все могут разработать и прочее. Не видите ли вы риска в том, что я возьму разработку свой процессор, Михаил возьмет разработку свой риск 5, еще кто-то, еще кто-то. Они же будут между собой несовместимы. Как это? У вас одна и та же базовый набор. Базовый набор, да. Я добавлю туда, как китайцы добавляют. Добавляю свои расширения. Все, они несовместимы между собой. Ну, как бы база все равно будет спускаться одна и та же. То есть, если у вас Linux грузится, он и будет грузиться. А вот экстеншены, которые вы там вернете дальше, это уже на вашу... Так во всех экстеншенах, скорее всего, и будет вот эта вся защита развиваться и прочее. Согласен, да. То есть, поэтому современные процессоры сразу пишут, какие мы там экстеншены поддерживаем. Если ваша операционная система, ваш софт завязан на эти экстеншены, то вы как бы можете сделать вывод, запуститесь вы на этом процессе или не запуститесь. То есть, вы считаете, что это риски? Ну, естественно, это риск. Ну, как бы, а куда деваться? Если у нас система так устроена, что у нас есть определенный базовый набор команд, ну, да, базовый набор расширений, да, и все остальное в экстеншенах, ну, как бы тут надо договариваться уже между собой, какие мы экстеншены принимаем, и, собственно, чем Linux 5 International Community занимается. Просто так какие-то экстеншены, там кто-то пришел, сказал, вот я вот это хочу, там, и все приняли. Нет, так не бывает. Обычно собирается определенный набор людей, да, ну, понятно, да, кого. Они дальше принимают решение, надо нам это или не надо. То есть, как бы, полезно это будет для всех или не полезно. И в этом смысле, да, вот если это полезно, там несколько, например, каких-нибудь фирм, которые хотят очень сильно этот экстеншен, то, соответственно, они под них сделают и софт, который будет их использовать. Они же не просто так это девелопят. Ну, понятно. То есть, ситуация такая вообще возможная. Открыть стандарт, я свое, мне не нравится ваше сообщество, я вот свой собственный рискай строю. Ну, как бы, польза такого процессора будет сомнительна. Только для ваших клиентов там, ну, или кто-то там. Спасибо. Синелик и Евгений, я руковожу подразделением, которое как раз занимается как развитием рискайва, так и бруса. Соответственно, у меня тема близка с обеих сторон. Вопрос такой. В какой степени вы видите ближайшую перспективу по появлению изделий с данной архитектурой? И, наверное, еще один момент, он связан с тем, что обсуждалось. Я вижу самую главную ценность в рискайв сейчас для нас. Это в наличии опытных образцов программного обеспечения, которое будет работать точно на том оборудовании, которое совместимо. Соответственно, мы как бы сейчас представляем у нас на стенде такое оборудование. И я надеюсь, что вы подскажете, а какой срок можно ожидать конкретное изделие? Вот конкретный срок изделия я не подскажу, потому что это надо к маркетингу идти, вот это все. Годы. А вот перспективы создания конкретно КОВЕ, изучав экстеншн, который там 150 страниц один, 150 дороги, там 153, ну это сложно. Имплементировать это реально будет непросто. Но один раз имплементировав, и вот с учетом того, что часть из них можно просто портировать, да, там вот с одного процессора на другой перегонять и иметь только определенный узкий вот прослойчик, который на железо будет завесан. Вот, собственно говоря, это как бы, то есть сначала будет тяжело и трудно, а потом, в принципе, можно будет достаточно просто там вот на другие уровни процессоров это дело портировать. Я думаю, что это достаточно перспективно в плане вот проверки, а действительно ли это все будет работать хорошо и так и закроет ли оно там вопросы по виртуализации. Ну все, благодарите докладчика, потому что война уже кончилась, ребрус, все атаковали, кто мог, выдержали атаку. Давайте поаплодируем храброму докладчику.